Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и наша занимательная астрология, в которой мы будем изучать, любите ли вы деньги так, как они любят вас, и наоборот. Насколько у вас взаимоотношения с деньгами можно приравнять к любви, к дружбе, или с точностью наоборот. У нас с вами парад земных знаков открывает, конечно же, Телец. И если Телецу задать вопрос в шутливой форме, кошелек или жизнь, боюсь, что вслух он скажет, конечно, то, что от него ждут, но про себя он точно будет уверен, что ответ – кошелек. Телецы, находясь в доме денег, невольным образом, конечно же, количеством этих денег начинают измерять все, что важно для них, нужно. Вот. Включая любовь, чувства, взаимоотношения, круг друзей, иной раз, которыми они обрастают, в отношении к этим людям всегда у них есть определенная планка, где материальная часть занимает достаточно весомое место. Телецы тянутся к людям, которые умеют зарабатывать, которые зарабатывают как бы не мелочь какую-то позатую, а именно конкретные весомые средства, которые не стыдно людям показать, и слух о них сказать и так далее. То есть люди солидные, респектабельные, с хорошим материальным заделом для них являются образцом для подражания. И деньги настолько часто являются мерилом ценностей в жизни Телецов, что в некотором смысле особо слабые личности, а ведь мы по-разному противостоим тем ловушкам, которые нам преподносят и звезды, и характер, и наши пристрастия. Поэтому иной раз любовь к деньгам настолько острая, что толкает человека к исключительному накопительству, что к исключительной зажатости снега у него зимой не выпросишь, и тогда появляется любовь к деньгам во имя только денег. Искаридность становится одной из отвратительнейших черт этого знака. Но, как говорится, у этой истории есть две крайности. Есть часть Телецов, которые не справляются с любовью к деньгам, и только она у них перерастает в другую ипостась. Безудержное мотовство, которое они остановить не могут. К сожалению, чаще всего это касается женской части Телецовского племени, когда очередные покупки бесконечные, очередные украшения, шубы или хотя бы какая-то мелочь, но систематически должна всё время появляться в руках, поэтому жизнь не мила без этого. И этот безудержный шопоголизм может быть тоже как бы ловушкой для знака Телец. А хотелось бы золотой серединки, понимаете, чтобы и тратить в меру, и Богу не молиться на золотого Телца, а наслаждаться теми моментами, которые он позволяет для того, чтобы выглядеть хорошо, спокойно, замечательно и прочее. Пути, которыми идут Телецы к своему финансовому достижению, могут быть совершенно разные. Однако же тот природный путь, который реально как бы обеспечивает двустороннее движение между Телецом и деньгами, это самоутверждение за счёт мастерства. У него тоже другого пути совершенно нету. Мастер, которому нет равных, который, опираясь на собственные знания и навыки, движется вперёд, занимается кропотливой, рутинной, нудной, но необыкновенно важной работой, которая делает его незаменимым специалистом, вот единственно возможный путь для нашего Телца. И чем ответственнее он будет заниматься этим в течение жизни, тем выше высота, которую он возьмёт. Ведь среди Телцов немалое количество банкиров, людей, которые работают с деньгами, бухгалтеров серьёзных, вот, людей, которые понимают всю эту идею материальной жизни и прочее, и как бы к ней стремятся, и это здорово. Профессий, ведь связанных с деньгами, тоже предостаточное количество. Но это не единственная же возможность. Чего бы ни коснулся Телец, он может это сделать исключительно профессиональной возможностью зарабатывать деньги. И в этом его основной смысл, и в этом его основная затея. Но, дорогие мои друзья, когда деньги всё-таки к вам придут, желательно два конца у палки, которые мы только что с вами обсудили, как исключительное мотовство и как исключительная скаридность, всё-таки и своей жизнью празднить. Та или иная сторона вашей жизни, это сторона однобокая. И если вы попадёте на эти концы своей жизни, то надеяться на то, что деньги будут стабильно возвращаться к вам, это опрометчиво. Возвращается к тем, кто держится золотой середины. Ответственно работает, получает свои средства, тратит их с умом, делает подушку безопасности, обрастает солидными и важными делами, вкладывает в семью, образовывает детей, выстраивает дом, обеспечивает полное, так сказать, благосостояние этой семьи. И вот в этом вы даже будете получать бесконечное удовольствие. Ответственность и основательность – вот два магнита в вашем характере, которые всегда как бы милы, средством, которые для вас приготовила судьба. И если то и другое у вас присутствует, то деньги автоматически к вам будут притягиваться. Если по каким-то причинам вы впали в состояние лежания бесконечного на диване, ничего не желания делать, вам удобно жить так, как вы считаете нужным, на деньги не рассчитывайте, они никогда к вам не придут, их очень долго даже придется потом призывать к себе, даже если вы возьмете за ум и кинетесь работать, и будете проявлять чудеса трудоспособности, это не значит, что деньги сразу расслабятся и двинутся к вам в руки. Они еще долго будут наблюдать. Это у вас всерьез, или такой кратковременный порыв, после которого вы опять заляжете на диван. Вообще могу сказать, что у денег очень интересная энергетика. Они точно реагируют на то, что называется мастерство, умение их зарабатывать, умение их ждать, оттачивание своих важных навыков, которые это мастерство в принципе подтверждает и прочее. Для денег это очень весомые вехи, которые их расслабляют, замасливают, они с удовольствием идут в руки тем, кто предъявляет такие качества в жизни. Вот и телец. Чем больше он работает над тем, чтобы его дело, которым занимается, выглядело безупречно, чем больше он трудится кропотливо в этом смысле, чем больше он самосовершенствуется в тех отраслях, которые считают своей основной профессией, тем больше у него шансов получать весомые средства. Если же так, тяп-ляп, куда не будет, не хочу, не буду, ленюсь, ничего не желаю в этой жизни, даже если вы находитесь в денежном доме, это не значит, что деньги сами будут бросаться вам на шею, и все само собой сложится, потому что уж такой хороший, вы в доме денег родились. Но дом денег не обеспечивает никого уже заведомо дивидендами. Здесь как раз все наоборот. Докажи деньгам, что ты чего-то стоишь, что ты в этом соображаешь, что ты мастер с большой буквы, чтобы мне было стыдно идти в руки человека, который ничего из себя не представляет и представлять не собирается. Для телеца обучение, оттачивание собственного мастерства – это задача жизни. И вот только тогда деньги пойдут навстречу ему. Конечно, телец, обретя определенные знания и став крепко на ноги, может открыть и собственное дело, и какое-нибудь производство, скорее всего, где будет работа идти на его благо. Но я вам могу сказать, что невзирая на то, что это дом денег, тем не менее телецы, вот то, что у нас называется миллиардер, таковых не так, чтобы им много поставили белому свету, знаете, человека, владеющего шальными деньгами. А вот мастеров, которые прославили себя своим мастерством и в веках, этот знак преподарил огромное количество. Это люди, которые не только должны зарабатывать, но и прославить себя как мастер собственного дела. Поэтому я так активно сейчас об этом и говорю, дорогие мои друзья, чтобы вам было ясно и понятно, в чем привлекательность телца для денег. Вот если ты мастер, и ты ежедневно доказываешь это мастерство, то деньги тебя найдут в виде заказа, в виде обращения со стороны людей. Ты всегда найдешь возможность подработок, ты с голоду не умрешь. Если ты заплеснил и пенек, который как лег на заре царя панька, так и лежит на диване, что тоже бывает, увы, у телецов, это для денег считается выбраковкой, и дождаться этих средств вам просто не представляется возможно. Так что мотайте на уст, дорогие мои друзья, от того, что вы нежно любите денег, это не значит, что они вам ответят взаимностью. Итак, чем больше у вас знаний, чем развитием ваш интеллект, тем больше у вас шансов зарабатывать серьезные деньги. Другого пути для вас, дорогие мои друзья, нет. И если вы затормозите в своем саморазвитии, скажете, хватит, я достаточно знаю, мне уже больше нечего изучать, количество денег ровно становится на том моменте, как они и были. Нужно больше зарабатывать, значит, дальше продолжаем самооттачиваться, ведь нет предела совершенства. Так что, дорогие мои друзья, для вас эта история длиной в жизни. А я перехожу к Деве. Что касается знака Девы, то если верить очень важным, так сказать, спискам, которые собирают все о людях состоятельных, из колотивших громадное состояние, то Дева займет там очень почетное место, потому что для нее, так сказать, история зарабатывать деньги, умение откладывать, купировать себе всяческое мотовство, это любимое занятие, которое ей легко удается, поэтому и деньги аккумулировать Дева при возможности, конечно же, умеет. Вопрос только в том, с чего она начинает, как она строит свои взаимоотношения с деньгами. Конечно, если амбиции и здравый смысл Девам дает хороший толчок двигаться вперед, то они, не покладая рук, самооттачивают себя, поскольку дисциплинно ответственное отношение ко всему, чем они занимаются. Понимание, что в знаниях сила для них является хорошим, уже подспорьем для того, чтобы деньги действительно водились и двигаться вперед по намеченной лестнице, не покладая рук, заниматься теми вопросами, которые необходимы, для Девы никакая не проблема. У нее бывает иная, в общем-то, крайность, когда она работает до такой степени, что практически для отдыха не остается времени, и, соответственно, отдых потом организуется на больничной койке, потому что она выгорела на работе, измучила себя от начала до конца, ресурсов уже никаких нет, и она продолжает, как беговая лошадь, которая уже упала, мысленно двигаться вперед, но сил физических уже нет. Так что в этом смысле, конечно, Девы бывают исключительно без тормозов. Можно сказать, что это очень здорово, но с одной стороны, у Дев как бы перегибов очень много в их характере, и если они не выравниваются, не держатся за золотую середину, то любовь к деньгам превращается в изрядное скряжничество, когда вообще ничего не допрошится, не то, что от цветочка к 8 марта, а снега зимой не допрошишься, тут уж, как говорится, вообще ничего не даст, все прижимает, все знают, что там есть серьезные кубышки, но как бы люди не нуждались, хотя бы в малейших признаках щедрости, иной раз у Девы это категорически не выпросишь. Деньги должны иметь счет, тишину, хорошие раздутые банковские возможности, тратим только на то, что необходимо, а необходимо нам немного, остальное мы отправляем на счета, превращаем их в какие-то дополнительные дивиденды, капиталы должны расти, а жизнь проходит и проходит совершенно зазря. Вот почему, собственно говоря, на Дев бывает частенько обижаются в этом смысле, потому что работаем в поте лица, деньги зарабатывать умеем, а толку и радости от этих денег нет ни у кого, кроме как у Дева, которая в очередной раз посчитала приход и проценты, которые приносят эти деньги, лежа в банке, и ее это радует. А всем остальным-то, как жить рядом с Девой, это вопрос получается отдельный. С одной стороны, это и неплохо, что человек умеет складывать деньги, но ловушка, знака Девы в том, чтобы слишком превратиться в сторожевого пса на сундуке с деньгами, и тогда, собственно говоря, счастье этот дом покинет автоматически, потому что деньги ради денег никому удовольствия не доставляет, кроме хранителя этих денег. А все как бы должны быть обогреты. Поэтому одной из ловушек знака Дева и то, что я хотела сказать по отношению к деньгам, чем больше вы зацикливаетесь на них, чем жестче вы их охраняете, чем меньше вы тратитесь на окружающих, тем меньше у вас шанса, дорогие мои друзья, поддержать эту счастливую тенденцию прихода денег в том количестве, которое вы хотите. Найдется все равно какая-то ситуация, которая изрядно потрепет вашу кубышку, вас просто жизнь заставит, собственно говоря, лишиться чего-то, схлопнется банк, и там накроются все ваши деньги, которые не принесли радости ни людям, ни вам, никому, либо другому, просто рассосались в воздухе. Еще какие-то истории могут произойти, те, которые вас напрочь могут лишить вашего достояния и ввести в состояние ступора. А все это воспитательные моменты, дорогие мои друзья, чтобы вы не забывали, деньги ради денег не нужны никому. Жадность, каридность – это прелестно, но не по отношению к близким людям, которые должны испытывать признаки заботы и счастья рядом с вами за то, что вы поделились дивидендами. Взаимообмен, как бы проявление доброты, заботы и щедрости – это те величайшие моменты, которые в вашем случае являются прекрасными денежными магнитами, хотя иной раз вам это в ум совершенно не приходит. И чем счастливее будет вокруг вас окружающий, тем больше в этот счастливый дом будет заглядывать те возможности, которые мы называем финансовым благополучием. Правильные заказы, интересные моменты, к вам подтянутся люди, поэтому не надо уж сильно там как бы одевать на себя тяжелую цепь защитника собственных средств, и вы защищаете эти средства от всех, и от себя, и от окружающих, и вы смело можете сказать, я даже сам себе этого не позволяю, но кто от этого счастливее стал. Поэтому мотайте нос и думайте о том, что я вам сказала. Если вы хотите, чтобы деньги вас любили так же усердно, как вы их, им надо открыть те каналы и возможности, по которым они будут двигаться. И к вашему удивлению могу сказать, что это каналы щедрости и заботы. И если они у вас откроются, то поверьте мне, деньги в счет переводиться не будут. Ну, а если вы так и останетесь, как скопая рыцарь, чахнут на сундуке, и из этого сундука ломаного гроша никому не выдадите, боюсь, что деньги рано или поздно от вас отвернутся. И тогда финансовые крахи, дефолтовые и прочих историй, когда вы человек бдительный, и могли бы эти средства вовремя вывезти, но вам так хотелось очередного процента, что вы потеряли все, это будет ваша нормальная ситуация в жизни. Так что мотайте, пожалуйста, на ус. У вас есть невероятные возможности действительно иметь серьезные капиталы, которые вы заработаете, безусловно, своим трудолюбием, своим своей ответственностью, своим умением аккумулировать деньги. Но запретите себе в полном объеме эти деньги складывать и никому ничего не давать. Выширеняйте десятину, которую знали все купцы и люди, которые занимались с коммерцией, которые понимали, что если ты 10% от прибыли отдаешь на благие дела, на заботу, на щедрость и прочее, есть вероятность, что они вернутся еще друзей с собой позовут. Поэтому тогда пусть это правило купеческое будет для вас тоже самым главным и основным, чтобы не получилось, что, как говорится, у иных расставщиков, да, деньги носили, носили, потом произошла реформа и их просто выкинули, потому что они уже нафиг никому были не нужны, поскольку они уже обесценились, их съела реформа, а мы все их продолжаем копить. Так что не хотелось бы. Конечно, здесь все утрировано, как и во всех вопросах занимательная астрология, но сказка ложь давний намек добрым молодцам урок. Надеюсь, вы меня услышали, дорогие мои друзья, так что не пугайте свою денежную удачу. Она у вас от природы велика. Осталось только еще покопаться в душевных качествах и найти в себе эти ресурсы и возможности, чтобы облагородить то пространство, которое вы называете своим личным. И счастливее тех, кто рядом с вами. Козероги. Вот удивительное дело, дорогие мои друзья, с одной стороны, Козероги умеют, конечно, зарабатывать деньги. Вот только деньги как-то недолюбливают. Получается, всю жизнь работает Козерог в поте лица. И вроде бы что-то там накопил. Но вот так, чтобы вздохнуть и сказать, у меня за спиной, так сказать, финансовая обеспеченность, все здорово и хорошо, не получается. Не получается. На что-то денег хватает, потом хочется как бы их укрупнить, выложить в дело. И так и получается. Живет как попало, денег особых нету. Спросишь, а где же те деньги, которые ты нарабатывал? Они у меня все в бизнесе, все шоу где-то там крутится. А жить особо не на что. И каждый день приходится Козерогу решать эту финансовую бесконечную проблему, которая у него вновь возникает. Хватает только на чисто элементарные вещи. Чуть-чуть заплатить коммуналку, чуть-чуть на продукты. Чуть только распоясался, чуть только потерял бдительность. Все в доме финансовый бюджет рухнул, и все кругом не сложилось. Козероги часто объясняют это тем, что они не тянутся к деньгам, что это им все чуждо, они имеют творческую натуру, так сказать, и как бы в деньгах так не нуждаются, как другие об этом думают. Но вообще придумывают себе историю, что они слишком духовны для того, чтобы гнаться за материалом. На самом деле, какая-то парадоксальная нелюбовь к деньгам или деньги, также парадоксально, не любят Козерога. Вроде стремится, а так, чтобы пожить на широкую ногу и была серьезная кубышка, не получается. Не успеет приподняться, то натратит не туда, то еще что-нибудь куда-то вложит, как он любит вот туда вкладывать, да. То он в бизнес уложил, все до копейки, жить не за что. То поставку сделал не на то, что необходимо, и оно как бы так особых дивидендов не приносит. Когда дома находятся большие деньги по разным обстоятельствам, даже наследственные, пока не растратит, не успокоится, чтобы вернуться опять на рельсы каждодневного каторжного труда. Скажите, ну а как же так, ну ведь это же один из самых практичных, самых и так далее. Но вот то, что мы называем знак, как денежная приманка, как магнит для денег, нет, это не про Козерога. Здесь на все настолько сложно, вероятнее, как бы, чуждо они друг другу в том объеме, чтобы прилипнуть, укрупниться, уметь это как бы собирать и откладывать. Ну, покопил, покопил немного, а потом приходит зуд, и все как бы тратится. Оставил перед собой идею, например, вот хочу там что-то такое, купил машину, потом 10 лет выдыхаю эту машину, потому что деньги в полном объеме не идут. Конечно, если все-таки дорвался до крупного бизнеса и прочего, допустим, построил что-то, но это единица, да, образно говоря. У остальных вот это постоянная тенденция. Вырваться из хотя бы зоны середняка Козерогу достаточно сложно. И вот так он и толчется на одном месте и у него как-то что и накопить особо не получается, и траты не весь откуда берутся, и все время он во что-то вкладывает и остается очень мало. То есть ну вот так вот, чтобы жирно богатым себя почувствовать, ни в чем себе не отказывать и прочее, не получается. Такова тенденция странная денег и Козерога, наверное, для того, чтобы он каждый день совершал трудовой подвиг, работал не покладая рук, все время был в обойме, куда-то стремился, что-то делал и жил буквально, что называется, с колес. Может быть, деньги его воспитывают в этом смысле, заставляют, собственно говоря, все время шевелиться, потому что как только Козерог садится на пятую точку, он накостеневает, уже ничего с ним хорошего не происходит, поэтому, может быть, деньги хотят его все время держать в тонусе, здесь можно фантазировать сколь угодно, но вот этой жаркой любви друг к другу ни у Козерога с деньгами не получается, ни у денег с Козерогом, поэтому, скорее всего, вот эта тенденция как-нибудь едва стягиваем концы с концами, для большинства Козерогов, это совершенно как бы, ну, скажем, часто встречающаяся стезя. Решительность, свобода и независимость от того, что необходимо Козерогам для того, чтобы они все-таки научились зарабатывать деньги. И, скорее всего, часть своей жизни, конечно, они будут работать на кого-то, но, я думаю, что дополнительные деньги к ним будут приходить от подработок, которые они будут брать самостоятельно для того, чтобы поправить свое финансовое положение помимо зарплаты, которая у них есть. Они исключительно предприимчивы, даже имея служебный транспорт, умудряются успеть подработать, заняться извозом, положить деньги в кармане, и это их возможность вот такая зарабатывать, и так оно было, есть и будет. Но, когда они решаются уйти в собственный бизнес, это тоже один из способов зарабатывать серьезные деньги. Так уж складываются обстоятельства. И, конечно, все это требует дополнительного мастерства, ответственности, учета всех нововведений, на которые надо обращать внимание козерогу, потому что он достаточно консервативен, и многие вопросы пытаются решать по старинке теми методами, которыми пользовались при царе Паньке. А здесь надо быть более гибким, для того, чтобы все новаторства применять на практике, что бывает достаточно сложно. Но, тем не менее, у козерога все-таки есть все шансы выглядеть неплохо финансово, и, соответственно, конечно, быть щедрее по отношению к близким, потому что иной раз у козерога, когда он находится в фазе становлении в финансовом смысле, закрываются все дверки для трат на окружающих, ему, как бы, все, он может аккумулировать тогда средства на какие-то заветные цели для себя, вот, а по отношению к близким стать абсолютно нещедрым, держать людей в черном теле, это один из отпугающих моментов, дорогие козероги, для вашего финансового благополучия, и чем жестче вы в этом смысле себя ведете, тем меньше у вас шансов продвинуться в финансовых дивидендах, это вам только кажется, что жесткая экономия, это открывает большие горизонты перед вами, найдутся какие-то случайности, на которые вы потом распустите все эти деньги, вас же все равно заставят научиться щедрости, просто создаст те прецеденты, когда вы вынуждены будете раструсить свою кубышку, но когда это делается добровольно и на близких людей, такие траты одобрены, и как правило ведут за собой финансовые дивиденды со стороны, так что хорошо, пожалуйста, подумайте, экономия и аккумуляция денег это здорово, но не за счет тех людей, которые находятся рядом с вами, не нарушайте свою финансовую историю, потому что деньги любят благородные и чистые сердца, а у вас так оно, знаете, как, и заметьте, как только вы щедрые, одариваете подарками своих близких, у вас явно появляется в ближайшем окружении возможности хорошо подзаработать и прочее, это вам будет, так сказать, уже ответ от судьбы, что я говорю абсолютно правильные вещи. И еще опора именно на интеллект и собственные способности, которые вы будете оттачивать до совершенства, это и есть самый лучший способ зарабатывать для вас средства. Ну вот так мы галупом по Европам раскачили по знаком Земли, возможно вы с чем-то со мной не согласитесь, потому что трудно иногда принять истину, ее надо еще пережить, обдумать, гораздо проще быстро написать негативный комментарий и все-таки это не для этого дорогие мои друзья. Это размышления, которые требуют того, чтобы вы кое-что над чем подзадумались в конце концов. Ведь хотелось бы, чтобы деньги любили вас так же, как вы в них нуждаетесь. Для этого нужны энергетические возможности, которые надо хотя бы оттачивать в себе. Эти энергетические коридоры просто обеспечат вас движением вперед. А с вами была Елена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok